Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Пока в книжном магазине Москва ждут новый тираж моей книги «Краткий курс оперного безумия», ее можно заказать у меня. Уже многие оценили, как удобно и дешево получать книги через постаматы. Тем более, что сейчас доставка от двух любых книг бесплатна. Кому интересно, пишите в личных сообщениях в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Все ссылки на сайты, мои страницы в соцсетях есть в описании этого видео. Скоро книга появится и в интернет-магазине сети «Читай город». Из-за карантинных мер уже дважды откладывалась моя творческая лаборатория музыкальной критики. Поэтому я решил, наконец, провести ее онлайн. С 5 по 10 января в 14.00 по московскому времени я пять раз буду проводить теоретические и практические занятия для тех, кто хочет научиться писать статьи для СМИ и посты для соцсетей. Есть несколько видов участия. Время выбрано специально такое, что все желающие из любого региона страны, от Калининграда до Владивостока, смогут принять участие. Подробное описание программы обучающего вебинара, цены на билеты вы найдете по ссылке на таймпад, которая дана в описании тоже этого видео. Студентам профильных специальностей скидка. Надо было снова дождаться полного локдауна в европейских странах, чтобы театры очухались и начали нас баловать чем-то интересным. И на первом месте у меня Баварская государственная опера, которая, правда, всегда мне была интересна. Понятно, что они не выкладывают каждый день записи, как это делает Метрополитен опера. Но зато Метрополитен уже пошел на четвертый круг повторов. Причем записи они теперь компонуют в некоторые циклы. Очень напоминает школьный лекторий. А вот Клаус Бахлер, интендант театра в Мюнхене, один из самых значительных людей среди оперных топ-менеджеров, прекрасно понимает, что нужен эксклюзив. Видимо, новые спектакли и записи так востребованы, что театр теперь только прямую трансляцию делает бесплатной, а потом за видео надо платить деньги от 10 до 15 евро в зависимости от звездности состава. Бахлеру, конечно, непросто. Ведь этот сезон должен был стать венцом его карьеры. Для последнего своего сезона в Мюнхене он приготовил огромное количество заманчивых постановок. Но пришлось корректировать планы. И все же необычные премьеры не только не исчезли, но даже будут транслироваться. В прошлом месяце была показана опера «Птицы» Вальтера Браунфельза, еще одного композитора, которому в свое время пришлось покинуть Германию во время нацистского режима. Ровно 100 лет назад премьера его самой знаменитой оперы «Птицы» по комедии Аристофана прошла именно в Национальном театре в Мюнхене. Опера эта сегодня практически забыта. Иногда ее ставят в небольших немецких театрах. И вот в год столетия мировой премьеры театр в Мюнхене осуществляет постановку, пригласив патриарха немецкого драматического театра Франка Кастерфа. Этот спектакль я смотрел в записи. А в понедельник в традиционной концертной программе вдруг обозначилась оперная трансляция, старая постановка Богемы Пучини в постановщик знаменитый актер и режиссер Рота Шенк. В главных партиях были заняты Йонас Кауфман, Рэйчел Виллис Сёринсен, Андрей Желиховский. На контрасте эти спектакли вообще очень интересно смотреть. Ведь, с одной стороны, сталкиваются два типа подачи материала. Не только режиссуры, но и музыкальные интерпретации. С другой стороны, я все время в подобных сравнениях нахожу для себя, и не устаю находить, неприятие вот этих старых спектаклей, которые так любимы консерваторами. И дело даже не в том, что спектакли Богемы, что Отто Шенка, что Франко Дзефирели похожи друг на друга, как сиамские близнецы. Тело у них точно общее, и это тело авторские ремарки. Написал Пучини застава, пожалуйста, вам ворота и снег. Написал мансарда, ну, значит, точно где-то под крышей. А Пучини знал толк в жизни под крышей. Посмотрите на эту фотографию, это вид из комнаты, в которой Пучини вырос в луке. А в том, что эти спектакли создавались десятилетия назад для другого типа существования актера на сцене. Во время карантина я рассказывал, кстати, о Богеме с повороте из Кота, где действительно каждый такт музыки наполнен человеческим обаянием и искренностью. И как у Лучана загораются глаза в тот момент, когда он слышит голос Мими за дверью, такое невозможно сегодня повторить. Не потому, что люди стали менее талантливы, а потому, что этот тип актерского бытования вообще исчез. Институту современных звезд не нужны такие детали. Это раньше публика могла позволить себе забукать в калосе или повороте за то, что они что-то отменяли или не брали какие-то ноты. Сегодня глупый анекдотичный девиз «Ты не пой, а туда-сюда ходи» главный для публики. Пение в процесс слияния зрителей и звезды занимает точно не первое место. Тут один мой зарубежный подписчик написал в Твиттере, что когда он после Трубадура в Питере с нетрепко зашел в ее инстаграм, то понял, что каждый второй человек в зале не слушал оперу, а снимал звезду и тут же выкладывал в сториз. На самом деле каждый первый. И я такое видел в Ласкало, рассказывал минувшим декабрем. Интересно, а что они потом делают с этими мегабайтами видео? Для чего используют? Неужели как порно? Впрочем, не удивлюсь. И вот именно поэтому Пучини, который описал такие тонкие оттенки душевных переживаний, не только любовных, но все эти бесконечные шутливые беседы между жильцами той самой мансарды, сегодня превращаются в такой крупный помол, ведь все это надо скорее проскочить, чтобы дорваться до шлягерной арии Кеджелида Манина, «Холодная ручонка», как пели у нас. Но именно диалог, в котором Рудольф и Мими ищут ключ и рождают ту невероятную прелесть оперы, которую только подчеркивают следующие подряд исповеди арии Рудольфа и Мими. Знаете, мне всегда интересно, зачем те или иные звезды выбирают богему, ведь тут есть на самом деле только две возможности для своей презентации. Либо вот так погружаться в текст до мельчайших подробностей, переживая его как собственную жизнь, либо давать сумасшедшие верхние ноты, которые всегда любимы публикой. И он из Кауфмана на этот раз демонстрирует, что весь драматический репертуар, который он сейчас сделал для себя главным, стер лирику в его голосе. Но все же Рудольфа петь ему легче, чем от Элла. Если бы не пара нот, особенно в первом действии. И в общем криминала нет в том, что Кауфман не надрывается и не берет их. Так у Пучини и написано. И задумываешься, а чем тогда сегодня исполнитель партии нищего поэта может увлечь публику? Как только певец начинает облегчать себе жизнь сверхами, он же должен это компенсировать чем-то другим. Какой-то невероятной искренностью, неходульностью пребывания на сцене. Невозможно же правда думать, что вот так выйти в этом старом спектакле с полуседой шевелюрой, не спеть предельных нот и считать, что ты честно заработал свой гонорар. Ведь кроме дамочек, которые теряют дар речи при виде немецкого тенора, есть же еще публика, которая хочет не только лицезреть милую мордашку в обрамлении небритости. Впрочем, вот такая трансляция без публики и заставляет тенора премьера взяться за старое в репертуаре. Тем более, что партнерша на этот раз попалась ему с крупным голосом, в зале бы она его точно забивала. Но в этот вечер как раз, на мой взгляд, побеждали те, кто не относился к своим партиям как к чему-то проходному. Андрей Желиховский, Марсель, Тарик, Назми, Колен. Может быть, они пока не звезды, но очень стараются честно играть и петь, что естественно. Именно такое отношение исполнителей к своему делу и делает их настоящими артистами. В спектакле же «Птицы» меня просто поразил в очередной раз Чарльз Уокман, который всегда на высоте, если помните, он пел в Руслане Людмиле в Большом театре «Фина» и «Баяна». Под стать ему баритон Михаэль Надь. Оба они держат на себе весь спектакль. И в тот момент, когда чужеземными странниками приходят к королю Птицу Доду с предложением создать высшее царство, и тогда, когда по воле режиссера Кастерфа превращаются в дешевых нацистов со свастикой на нарукавниках, они победители. Для такого выдающегося мастера театра, как Франк Кастров, опера «Птица» становится проходной работой. В ней явно ощущаются предыдущие оперные постановки Патриарха. Байройтское кольцо и мюнхенская же постановка из «Мёртвого дома» Яначика. Всё те же задворки, заборы, мусор, старые афиши. Сценограф Александр Денич собрал на одной сцене всё, что хоть как-то коррелирует с птицами. От портрета Хичкока с птицей на плече до афиш рок-группы «Иглз». Активно в спектакле занята живая съёмка, операторы бегают по сцене, иногда чересчур хаотично. Удачными мне показались костюмы их автора Дриана Брага-Порецки скорее превратила птичье оперение в мюзик-хольные наряды, которые напоминали как раз о Германии столетней давности. Исторические аллюзии с национал-социалистами у Кастрова понятны, хотя немного не в тему. В опере «Посланник богов Прометей» сообщает о гибели народа Тучикукуевска по воле богов и двум людям, которым пришла в голову соблазнительная идея об античном полисе для птиц, приходится возвращаться к своим человеческим делам. Комедия Аристофана, полная политической сатиры, у композитора Браунфельза превратилась в идеалистическую картину и тоску, поразрушенной ещё первой мировой войной жизни. Фантастически прекрасная музыка, в которой можно услышать и пышный романтизм а-ля Штраус, и вагнеровский прямолинейный пафос. Всё это расцветает в оркестре театра благодаря замечательному специалисту по музыке XX века Инго Митцмахеру. Я два раза послушал эту запись, по подписке можно 24 часа слушать, и всем рекомендую услышать эту музыку, она правда звучит сегодня свежо и интересно. Как всегда удивляешься, почему одни оперы становятся популярными, а другие забывают. КОНЕЦ КОНЕЦ В мюнхенских птицах есть и очень качественные вокальные работы. Запредельно высокая и сложная партия «Соловья» легко получается у сопрано Каролин Веттергрен. Вольфганн Кох в партии «Прометея» вновь доказывает, что не зря он сейчас в Мюнхене на первых ролях. Именно для него ставят Фальстафа-Верди, который транслируют сегодня, в среду, 2 декабря. В общем, даже если концепция Кастерфа показалась нескучной, то работа с режиссером в любом случае помогает артистам подняться над рутиной и открыться иначе. Вот отправить бы и Кауфмана в этот город Тучикукуевск, у него так хорошо выходил мертвый город Карнгольда в прошлом году. Именно поэтому я продолжаю голосовать за систему Стаджоне. Репертуарная система только множит желание тряхнуть кудрявой шевелюрой, вместо того, чтобы проникнуть в суть роли. Про Фальстафа тоже расскажу на следующей неделе, поскольку нас ждет еще премьера Симона Баканегра в Цюрихе с Кристианом Герхайром. А в Мюнхене в 2021 году будут очень интересные премьеры и трансляции. В феврале «Вольный стрелок» в постановке Дмитрия Чернякова, а в марте «Кавалер Розы» с Владимиром Яровским и Барри Коски. В мае «Лир» Раймана в постановке Кристофа Марталера. Конечно, очень хочется все это увидеть живьем, но хоть так. Птицы можно посмотреть еще до 5 декабря на сайте, ссылка под этим видео. Богема тоже там. Наслаждайтесь. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы и до новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры подогнал «Симон»!